Сегодня мы находимся в одном из поселков Баку, Мехамедли. Именно здесь проживает Азер Махмудов, который родился в 1972 году в Ханкенде и до 1988 года жил в центре Ханкенде, но затем вместе с семьей был вынужден переехать в Баку. Послушаем его историю вместе. Расскажите, пожалуйста, немного о своей жизни в Ханкенде, о своей семье, чем занимались ваши родители. Мы жили в государственном здании, пятиэтажное здание ленинградского проекта, как мы все любим это говорить. Естественно, там жили и рабочие, и простые работники, учителя, инженеры. И мы тоже там жили, потому что мой отец тоже был военнослужащим из государственного, предоставлена ему квартира была. И мама была учительницей в Ханкенде в четвертой школе, преподавала Азербайджан Дилии, Адабиат, и параллельно она была организатором, заучим. Пошел в первый класс в Ханкенде. Меня не хотели в нашу школу брать, ту школу, в которую я ходил. Директор школы настроен отрицательно. Они не любили нас. Поэтому вот этот директор нашей школы, где я учился там 8 лет, взял документ, пришел к нам домой вручить. Ну, ваш ребенок не может быть нашим учеником. Беспричинно, беспричинно. Просто взял, он этим показал свое внутреннее отношение к нам. Отец мой с ним переговорил. Все, что ему нужно, сказал. И обратно вручил этот документ. Это Азербайджан, это гражданин Азербайджана будет здесь учиться. Я чувствовал, опять же, как нас пытаются зажать, занизить наши оценки и так далее. Это я все видел. И на себе это все чувствовал. Отучился я, к сожалению, там 8 лет. По поводу того, насколько я встречал в своей жизни давление и в школьные времена. Да, вот давайте я покажу вам фотографию. Вот моя учительница первого класса, Петросян Ирина, тоже немножечко, мягко говоря, националистка. Вот почему я должен в первом классе чувствовать, вместо того, чтобы она должна преподавать и учить чему-то другому. От нее веяло неприязнь к азербайджанцам. Насколько вот этот национальный вопрос был актуален вообще? Азербайджан всегда был интернациональным. И в то время, естественно, нельзя было... И мы не знали, кто какой национальности. Нам это напоминали именно армяне. Благодаря им я узнал, что я турок. Благодаря им узнал, что мой сосед снизу, оказывается, русский был. Мы на самом деле не делили. Я узнал, что напротив меня живет азербайджанец, хотя я не знал, что он азербайджанец. Я вот, опять же, это тот самый армянин мне говорил, что, например, он не знал, что я буду как-то по-другому реагировать. Он показывает и говорит, не знаю, что я сам тоже турок. Начиная с садика, заканчивая, не знаю, любого бытового разговора. При каждом случае жители, армянские жители, тогда нам пытались вот сизвить, попытаться принизить. Всегда как-то свысока смотрели на азербайджанское население. Хотя, я помню, это мы приютили их. Это мы там их приютили. И вышло так, что оказались мы там ненужными. Мы там оказались гостями, будучи хозяевами этой земли. Я не понимал, почему это все так. Потому что у нас дома никогда национальный вопрос не стоял в таком раскладе, как это они нам преподносили. И для меня это было, конечно же, шокирующе. Хорошо, что были и хорошие люди. Хорошо, что были и хорошие люди. Там, где мы жили, напротив нас жила женщина. Она была бакинская армянка. Вот сразу чувствуется наше воспитание, наше влияние на них. Бакинская армянка немножко отличалась от них. Она все время защищала. И когда видела, что кто-то хочет обидеть меня или какого-то другого азербайджанца, она защищала. Хотя сама армянка. Мы знаем, что многие наши соотечественники покидали свои дома в торопях, без личных вещей, некоторые даже босиком. В каких обстоятельствах вы покидали Ханкенди? Ты когда на войне, ты знаешь, враг перед тобой. А там они везде. И ты, хоть и у себя дома, но твой дом полон врагами. И мы так чувствовали себя. Мы не знали опасность, откуда будет. В Ханкенди проживало 16 тысяч азербайджанцев. Как всем уже известно, вот эти национальные розни. Конец 88-го года мы уже переехали в Баку. Вынуждены были переехать в Баку, потому что конкретно на азербайджанцев была охота. Где ловили азербайджанцев или били, минимум били, или же калечили. Из моих родственников в Ходжалы были люди, которые переехали из Ханкенди туда, потому что не хотели уезжать вообще никуда из Карабаха, с нашего Карабаха. Никуда не хотели уезжать. И поселялись в Лизи, надеясь на то, что мы скоро вернемся. Ну, по известным нам всем причинам, люди, которые жили и в Ходжалы, и в лежащих окраинах, деревнях, они вынуждены были уехать, потому что уже известно армянских солдат. В то время еще остатки советских частей тоже были подключены к ним. И они совместно давили на Азербайджан, на жителей Азербайджана. Армянские вооруженные незаконные формирования постоянно подвергали обстрелы ближайшие села и города. Расскажите, пожалуйста, немного об этом. В то время еще год я успел, полтора года, отслужить в советское время. После меня начали призывать уже национальную гвардию. Создавалась Азербайджанская армия, и я дальше служил в Азербайджанской армии. У меня отец военнослужащий, он, я и он, мы поучаствовали в Первой Карабахской войне. Я хотел бы вот здесь показать Первая служба, из Первой службы, а потом уже в наше время уже Азербайджанская служба. Я эту фотографию носил с собой, он немножко потрепался. Знаю людей, которых, к сожалению, уже нет в живых, потому что они отдали своей жизни тогда. Очень много людей полегло. То, что вы читали, смотрели по сюжетам, телевидения, конечно, это все действует. Но когда ты видишь это все сблизи, с близкого расстояния, и знаешь человека, который там был, это, конечно, на человека действует совсем по-другому. Безусловно, каждый из нас имеет особые чувства к месту, где он родился, но вам пришлось покинуть свой родной Ханки Андрей. Как сложилась ваша жизнь после? Жизнь продолжается. Жизнь продолжается, и после 95-го года я пытался наладить учебу, потому что, хоть и в вузы я не поступил, но я поступил в то время в колледж связи. В колледж связи я отучился, закончил, получил диплом. Так как я получил технические образования, после войны я прекратил заниматься тем, чем занимался в армии, то есть по связи и так далее. Я перенаправил свое образование и стал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. То есть абсолютно противоположный. Я выбрал себе путь, и до сих пор я работаю уже по другой профиле. Да, Ханки Андрей, хоть и наш родной город, но каждая тропинка, каждый камень, который в Карабахе находится, это все наше, это все родное. И поэтому по крупицам, когда мы забирали эти земли, без разницы, Шуша, Физули, Агдам, Ходжавян и так далее, и Ханки Андрей, это все наше, это все наша земля, это все наша родина. Нам очень-очень-очень было приятно каждый раз слышать от нашего президента, что мы взяли эти земли, эти земли. Это непередаваемо, очень колоссальное удовлетворение, что ты дожил до этого дня. Я и вся моя семья, естественно, мы были безумно рады. Естественно, мы это чувство непередаваемое. Потому что хоть и мы ни на миг не сомневались, что мы вернемся в наши края, и что мы всегда сможем отвоевать наши земли, но проходили годы, годы, и нам становило чисто психологическое давление такое, ну когда же мы это сделаем? Надо было уже сделать, и мы сделали. И когда мы это увидели заявление, подписанное, трехсторонне подписанное заявление, мой отец тоже не выдержал. Хоть он такой военный, он заплакал. Мы все заботы были от радости. Мы это в этот день не заботим. Было очень трогательно и долгожданно. Это была новость, долгожданная новость. Мы все стали свидетелями национального ликования после нашей победы в ноябре 2020 года, что стало результатом, на самом деле, верной политики нашего правительства по развитию в молодом поколении, этого чувства патриотизма. Что вы рассказываете своим детям, внукам про события в Ханкенде? Вы знаете, долг каждого азербайджанца рассказать правду будущему поколению, чтобы не оказаться в той же ситуации, в которой оказались мы. Потому что дети наши должны знать, кто наши друзья, кто наши враги. Мы объясняли, что дети вот это белое, это черное, это Родина. И ее надо всегда спасать, защищать. Потому что не даром мы говорим «Мать Родину». Никто же мать свою не предаст. Мы думаем, что наше поколение растет правильно. И молодежь, не жившая ни одного дня в Карабахе, которую мы потеряли 30 лет тому назад, они это отвоевали. Это как раз говорит о том, что они были и правительством, и семьями правильно воспитаны. Многие вынужденные переселенцы, как мы знаем, уже вернули свои родные дома, в Лачин, Физули. Что вы знаете о вашем доме сейчас? Какие у вас планы после возвращения в Ханкианди? В том городе, где я жил, жили и армяне. Они не стали разрушать свой дом. Как минимум, они так думали, что это их дом. Слава Богу, город стоит. Да, мы вернемся, дай Бог, в наши дома. Вы знаете, город был прекрасным. В то время, когда мы его оставили. И потому что, насколько я знаю, план города Ханкианди утверждал еще в то время наш лидер Эйдар Алиев. И то, что было построено в тот период, когда жили только армяне, без нас, они там построили очень много своих зданий, которые не должны быть чисты. естественно, когда мы вернемся, я думаю, что лишних домов, лишних зданий там уже не останется. И, естественно, жажда Родины, увидеть Родину, жажда того, что сколько времени ты был без Родины, скучал, и не мог никаким образом попасть туда. И теперь вот это возможно. Хотелось бы закончить наш разговор на мажорной ноте. Какими вы видите дальнейшие наши отношения с армянами? Верите ли вы в добрососедские отношения или все-таки реваншистские настроения возьмут верх? Очень хороший вопрос, конечно. Но мы должны же все-таки в конце концов быть соседями и так далее. Не раздувать сильно вражду. Мы уже выиграли наши победы. Весь мир знает об этом. И будем вести себя как победители достойно. Как вы уже сказали, реваншистские силы, они сделают только себе хуже. если попытаются какие-то реваншистские настроения далее продвигать. Думаю, что наш железный кулак, который им уже показал свое место, покажет еще раз. Азербай, спасибо, что согласились рассказать нам свою историю сегодня.